Мир вам, дорогие братья и сестры! Всех сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа! В свое время псалмопевец возрадовался, когда сказали, пойдем в Дом Господен. Братья и сестры, мы сегодня радуемся, что мы можем собираться вместе, что мы в Доме Божьем, что можем молиться Ему, что можем прославлять Его. Благослови нас, Господь, чтобы и сегодня мы могли возрадоваться, и чтобы эта радость была в Духе нашем, чтобы эта радость была на лицах наших, чтобы мы могли прославлять Бога, могли благодарить Его за то, что мы имеем эту чудесную возможность быть вместе, собираться вместе и славить Его. Давайте мы склонимся, помолимся, попросим у Господа благословения. Наш Отец Небесный, мы склоняемся перед Тобою в этот день, воскресный, день особенный, и благодарим Тебя сердечно за то, что мы собраны вместе во имя Твое. Благодарим Тебя, Господь, за Твое обещание. Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты пребываешь, и мы верим в это обетование, обещание Твое. Мы верим, Господь, что Ты сегодня с нами, и мы просим Твоего отцовского благословения на это служение. Просим Тебя, чтобы Ты благословил всякое участие, чтобы Ты благословил Харистов, чтобы Ты благословил нас, тогда, когда мы будем молиться Тебе, когда мы будем прославлять Тебя. Благослови братьев, которые будут передавать Слово Твое. Помоги, Господь, чтобы это Слово могло быть понятным для нас, чтобы Ты приготовил почву сердца нашего, и чтобы это Слово могло касаться Духа нашего, Души нашей, чтобы это Слово могло умилять нас. Благослови, братьевы, благослови каждого из нас, когда мы будем это слышать Слово. Благослови, Господь, тех, кто остался дома, кто находится в переживаниях, кто находится в болезнях, кто находится в трудных обстоятельствах. Посети, Господи, таковых, и помоги, чтобы все мы вместе могли прославить Тебя, Бога нашего. Благослови, Господи, братьевы, сестер, по всему лицу земли, особенно тех, кто находится в гонениях, кто находится в обстоятельствах трудных, в переживаниях. Будь близко к Ним. Прибудь, Господи, с нами в этот день воскресный и помоги, чтобы мы могли быть в духе и чтобы мы могли быть радоваться о Тебе, о Боге нашим. Славим Тебя, прославляем Тебя, Бога нашего, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Общим пением споем «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Первый, второй, третий и восьмой куплеты споем. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. На все, что ты, создал рукой конца, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты, создал рукой конца. Когда Господь меня сопротивляет, и светит путь сияния верной. Когда мой дух смеет и смокает, признав величие Бога Своей вновь. Как ты вели, как ты вели, как ты вели. Как ты вели, как ты вели. Как ты вели, как ты вели, как ты вели. Как ты вели, как ты вели, как ты вели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 The Book of Nehemiah I have a question to ask But I think many of us came here In the book of Nehemiah chapter 8 You have your Bibles open there Where the law was written down by Moses And here we find that the people gather together And that's crucial That's very important Last year we went through this whole pandemic And the quarantine And we couldn't gather as a congregation That is very important For the people of God to get together To hear God's word And here they get together And here they get together And look down with me to verse To verse 2 and 3 Now if we want God's word To change us today We must hear God's word We must hear God's word And look here we see Ezra took the Bible He took God's word He opened it up And he started reading from it And verse 3 says He read to everybody And do you guys know how long Their church service was? It was six hours Are you guys ready for a six hour service? You guys ready for that? Well it's air conditioning It's nice we're not outside They were outside They were gathered Gathered in the street Before the water gate And they were listening to God's word And look what happened here Verse 4 Ezra the scribe Stood at the wooden podium Which was made for that purpose And beside him There stood men That were in charge there And verse 5 Ezra opened the book In the sight of all the people For he was standing Above all the people And when he opened it All the people Stood up The reverence To God's word Now we don't practice This in our church And this is not A mandate To practice Standing up When the word of God is read Now in some churches They do stand up For the reading of God's word But it shows the reverence That people had Towards God's word They didn't stand up Because Ezra got up On the podium No They stood up When he opened the book It wasn't about Ezra It wasn't about that at all It was about God's word That God's word Was being read And they stood up And they heard God's word Look at verse 3 I want to point this out At the bottom Of verse 3 He said And all the people Were attentive To the book of the law Now we got to hear God's word Jesus Christ once said He who has ears To hear Let him hear Now not everybody Who has ears Can hear Now we know People can be mute They could be dumb They can't hear That could be A medical condition A physical infirmity That they have But here Jesus was saying That you can have ears But you won't hear You can hear Audible noises But you're not Hearing God's word Because you are not Attentive Today we have a lot Of distractions In this world And even sitting in church Being in the congregation Our mind Could be racing Somewhere else We are not Being attentive To God's word And we can miss What God has For us today And we will come out Out of this congregation The same way As we came back As we came in And nothing has changed In our lives Because we weren't Attentive We weren't hearing What God was saying Romans chapter 10 Verse 17 We read So faith comes From hearing And hearing By the word Of Christ Hearing God's word That's where Our faith comes from That's what What changes us Now We need to have This hunger To hear God's word And today God wants To speak to us We have to be Attentive We have to Listen Not just with our ears With our hearts To hear What God has For us Now look at this Verse 5 and 6 This is what Is going on here They stood up And verse 6 Look at verse 6 With me And then Ezra Blessed the Lord The great God And all the people Answered Amen Amen While lifting up Their hands Then they bowed low And worshipped the Lord With their faces To the ground So they're having A worship service Now Ezra's reading This word And the people Are like Amen Amen Now I preached In a southern church Now if any of you Have been to a southern church You will find That the congregation Is very active Very responsive At first This was unusual For me I grew up In this church And that was unusual And as I came out On the pulpit And I started reading And I started preaching I hear people Yelling at me First I was like Am I doing something wrong Should I stop What's going on But then I understood They were listening Attentively They were agreeing With me They were encouraging me They were listening With me They were hearing God's word One of the best Encouragements That I got When I started preaching Was by a grandma That was sitting Right here This grandma Was sitting right here For a long time When I was a young preacher And I started preaching This grandma Would sit there And just look at me And all she did Was nod And that's all she did The whole sermon She would just nod And if I was getting lost And if I was getting confused And if I was being nervous I would just look at that grandma And I knew everything was okay Because she was nodding She was listening attentively She wanted to hear God's word She didn't say a word to me But that was my greatest encouragement For preaching God's word She was listening attentively We got to listen attentively We got to hear God's word If we want to come out of here changed We got to hear God's word Now look with me Later on in verse 8 Now not everybody That hears God's word Understands it Now in Matthew chapter 13 Jesus gives a parable About the sower And the seed And there's different land That it falls onto Different soils And there was one soil That was on the road And this is what he said about it In Matthew chapter 13 verse 19 He says When anyone hears the word Of the kingdom And does not understand it The evil one comes And snatches away What has been sown In his heart This is the one On whom seed Was sown Beside the road So Not only do we need To hear the word We need to understand the word We need to understand the word Look with me at verse 8 In chapter 8 of Nehemiah This is what it says here They read from the book From the law of God Translating to give the sense So that they understood the reading They translated it So people could understand What was being read In the law Now people would hear this law But they need somebody To explain it to them To expound upon it To make sense So people would understand it We need to understand Not only do we need to hear We need to understand Now General Douglas MacArthur Was a famous general During the World War 2 Especially in the Pacific Campaign And as he was studying To be a general He had to know the laws Of relativity By Albert Einstein He didn't understand them But he memorized them He memorized them And when the tests came And the professor asked them He got up And he recited All their laws of relativity And the professor asked them Do you even understand What you just said And Douglas MacArthur Was like no And the professor said I don't either You pass Now we can treat The word of God like that But the word of God Was never meant To be treated that way That we just memorized it We just read it And that's it The word of God Was meant to be understood To change our lives If we just hear it But we don't understand it It's not going to change Our lives We will come out The same as we came in We have to understand That's where the preachers Are important To expound To explain And that is what Was going on Here as you will see The people there We read later on They would go out And they would tell The people The Levites Will go out And tell the people And tell them Hey you need to understand The word of God This is what the word of God Is saying Now what was going on The people When they heard The word of God They were grieving They were sad Because it touched their hearts They're like We are sinners And they were weeping And mourning And look at verse 9 And it says Then Nehemiah Who was the governor And Ezra the priest and scribe And the Levites Who taught the people Said to all the people This day is holy To the Lord your God Do not mourn or weep For all the people Were weeping When they heard The words of the law They said This day is holy Today is a holy day And he said You are mourning and weeping Yes the word of God Touched you It should touch you It should change you But remember this Look at verse 10 Then he said to them Go eat of the fat Drink of the sweet Send portions to him Who has nothing prepared For this day is holy To our Lord Do not be grieved For the joy of the Lord Is your strength Now somebody had to Explain that to the people Because then they would have Stayed in that state Oh we're just sinners Oh there's nothing left for us Oh we're just weeping No We can have joy In the Lord today Because Jesus Christ Died for our sins We do not need to weep today We can ask for forgiveness We can find cleansing In the blood of Jesus Christ We can have joy today And that will be our strength And we will come out of here Changed Because we understood What the word of God Says Psalmist writes Give me understanding That I may observe your law And keep it with all my heart The psalmist asked God Give me understanding I want to understand your word I hear it But I want to understand it So that I can keep it in my heart So my life will change Now look what happened here With these people They heard the word of God They understood the word of God And they applied it To their lives When they understood it Look at verse Verse 11 and 12 So the Levites Calmed all the people Saying be still For the day is holy Do not be grieved Look at verse 12 This is very important All the people Went away to eat To drink To send portions And to celebrate A great festival Because they understood The words Which had been made Known to them They applied it They understood it And they went out And they said Let's celebrate And today We have something To celebrate We can celebrate The death And resurrection Of the Lord Jesus Christ We can celebrate Our salvation We no longer Are going bound To sin And going to hell We are on our way To heaven And that is a reason To celebrate today They heard it They understood it They applied it They went out And they celebrated Look what it says In James chapter 1 Verse 22 But prove yourselves Doers of the word And not merely hearers Who delude themselves For if anyone Is a hearer of the word And not a doer He is like a man Who looks at his natural face In a mirror For once he has looked At himself And gone away He has immediately Forgotten what kind Of person he was But one Who looks intently At the perfect law The law of liberty And abides by it Not having become A forgetful hearer But an effectual doer This man Will be blessed In what he does This man Will come out changed Not just a person That heard it Oh great That was a good word Good word pastor Thank you I appreciate it No Not only a hearer Person that heard it He understood it And he applied it That person will be changed We gather today To worship God We gather today That our lives Will be changed From that worship And that depends on us Are we going to hear Attentively Are we going to hear What God is saying to us Are we going to Understand Are we going to Ask God God Give me understanding I'm not a smart guy But I want to Understand your word And we can pray About that And ask God Like the psalmist did Then we could ask God God help me apply this Not just today Tomorrow Now in verse 13 You will see that On the second day They came back And they said Let's read more Of that God's word Let's read more Of that You could see That that was a change In that person's heart In these people's hearts There was a change Because it wasn't just A one day emotional thing Wow that was a great service Wow that was awesome No It stuck with them There was a change They said I want more I want more Of this God's word So tomorrow You're not going to be here We're not going to Gather together But you will know You are changed When you get up In the morning And you're like I wonder what God Wants to tell me today It's a Monday Let me open my Bible God help me understand this Help me apply this To my life That I may be changed May the Lord Bless his word Let us pray Amen Amen Brothers and sisters The word that we just heard It leads us to our vision To the Bible To the Word We read and read About the 8th In the book of the prophet Nehemiah Then when the people Народ Божий Собрался Вместе Для того Чтобы Иметь Общение Для того Чтобы Иметь Богослужение И 4 Очень важных Момента Которые Я для себя Услышал Необходимо Иметь Открытое Ухо Для того Чтобы Слышать Слово Божье Не просто Слушать но чтобы услышать, что Господь хочет сказать нам. Второй момент, очень важный момент – иметь благоговение перед Словом Божьим. Народ Божий встал. Когда Слово Божье было прочитано, народ встал. Иметь благоговение. Благоговение перед тем Словом, которое мы слышим. И тогда, когда мы имеем благоговение, когда мы молимся, тогда Дух Святой объясняет это Слово, оно делает понятным. Очень важно, чтобы мы понимали это Слово, когда братья говорят, когда Дух Святой открывает нам. И последний, очень важный момент – необходимо исполнить то Слово, которое мы слышим. И в этом благословение для нас. Если мы будем исполнять его, Слово Божье говорит, что мы действительно будем благословенными людьми. Сейчас у нас будет участие хора «На крыльях зари». Пожалуйста. Слово Божье говорит, что мы будем благословенными людьми. 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 вам братиков и сестричек, которые в этом году успешно закончили школу русского языка. Мы благодарны пастору нашей церкви, который посетил наше общешкольное торжественное собрание несколько недель назад и совершил молитву о выпускниках, обучащихся и о трудящихся в школе. Просим, пожалуйста, продолжайте молиться о детях нашей церкви, о тех, кто трудится с ними. Мы нуждаемся в молитвной поддержке церкви. И теперь наше участие мы хотим прославить Господа. Благодарим вас. Ты скажи мне, куда мы идем? В дом, где встретим мы только друзей. Ты скажи мне, что это за дом? Это дом наш, где любят людей. Это дом, где отвергнутых нет. Нет чужих и своих, все свои. Дом, в котором особенный свет. Дом, который стоит на любви. Это дом, где ты будешь готов пребывать не в мирской суете. Вместо модных и пошлых хитов, кимны радости петь о Христе. Это дом, где смиренно склонясь и в блаженно текущих слезах. Ты возжаждешь душою не раз столько Богу в молитве сказать. Без стеснения двери открой, отчуждения не встретишь ни в ком. Дом, где братом зовут и сестрой, даже тех, кто совсем не знаком. Это дом, где открыто полней, а сиянных небес высота. Это церковь, где любят людей. Это дом Иисуса Христа. Аминь. Я один из тех, кого ты заметил. Я один из тех, кого ты не прошел. Я один из тех, кто зимой и летом своим солнечным светом при душу свою. Иисус, я один из многих, чьи пути дороги к тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Иисус, я один из тех, чьи грехи забыты. Иисус, я один из многих. Иисус, я один из тех, кто зимой и летом своим. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Иисус, я один из тех, кто зимой и летом своим. Иисус, я один из тех, кто зимой и летом своим. Иисус, я один из тех, кто зимой и летом своим. Иисус, я один из тех, кто любит тебя. Чьи пути дороги к тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. И один из них У нас сейчас будет музыкальное участие. Никита, пожалуйста. И один из них 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет ничего, что о небе звучит Веришь ли ты, Иисусу? Веришь ли ты, Господу? Веришь ли ты, Господу? Веришь ли ты, Иисусу? Веришь ли ты, Господу? 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 Он сказал, что он сказал, что он сказал, что он сказал. На одном из последних совещаний служителей здесь, в нашей церкви, мы говорили о крещении. Как вы знаете, через месяц в нашей церкви будет крещение. Около 40 человек готовятся к этому важному событию, и сейчас в нашей церкви происходят испытания. И вот когда мы рассуждали о крещении, о том, как сделать, чтобы все было торжественно и празднично, мы с братьями стали говорить о самой сути крещения. И мы пришли к такому выводу, что мало в нашей церкви мы проповедуем о крещении. Мы можем проповедовать, когда у нас праздник крещения Господня, может быть, на само крещение мы порой что-то говорим. Но вот о самом крещении мы говорим мало. И рассуждая об этом, я хочу сегодня напомнить, что наша церковь – это церковь евангельских христиан-баптистов. И слово «баптист» указывает на особое наше отношение и понимание крещения. Именно поэтому я хочу сегодня сказать тему об этом. Давайте откроем текст Писания из 1-го послания Петра, 3-я глава. Я прочитаю 21-й стих, и мы будем сегодня рассуждать об этом. 1-е послание Петра, 3-я глава, 21-й стих. «Так и нас ныне, подобно сему образу, крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресение Иисуса Христа». Наверное, вот такое немножко поверхностное отношение к крещению возникает у нас, когда мы неправильно начинаем понимать суть крещения. Мы начинаем думать, что это важное событие, но оно было в моей жизни когда-то давно, в моей жизни более 30 лет назад, в вашей жизни когда-то в какой-то период времени. И мы начинаем воспринимать, что это важное событие, но оно уже в моем прошлом. Это что-то когда-то произошло, я принял крещение, я стал членом церкви, и поэтому это важный момент, но он где-то остался уже в прошлом, и он как бы не имеет особого значения сегодня. И это неверное, это неправильное понимание, потому что я сказал, мы как баптисты, мы призваны, и мы должны иметь особое понимание, придавать особую важность крещения. Слово «баптизо», от которого происходит слово «баптист», означает «погружение». И, к сожалению, мы можем сказать, что сегодня не все баптисты понимают значение этого священодействия, этого события. И поэтому нам очень важно посмотреть на библейское учение, на библейское понимание сути крещения. Один проповедник сказал так, как сегодня в мире миллионы крещенных неверующих. Людей, которые были крещены, но по сути сегодня они остаются неверующими людьми. Это люди, которые не понимают до сих пор смысла, значения и метода крещения, несмотря на то, что в их жизни когда-то был совершен обряд. И нам сегодня, чтобы оставаться баптистами, нам важно понимать смысл, нам важно понимать значение, и нам важно говорить, почему мы крестим именно так, как мы крестим, а не как-то по-другому. С другой стороны, возможно, и сегодня здесь, в этом зале, есть верующие люди, которые верят в Иисуса Христа, которые верят в спасение, которое принес Иисус Христос, но вы до сих пор еще не крещены. Вы до сих пор еще не приняли крещение. И я задаю вопрос, почему, по каким причинам? Это могут быть разные причины. Кто-то, может быть, сегодня считает, это не нужно для меня. Кто-то, возможно, считает, что еще не пришло время мое. Кто-то, возможно, не понимает важность крещения. А кто-то, может быть, понимает важность, но говорит, да, это не сегодня. Может быть, в следующем году. Может быть, тогда, когда придет мое время, и я, понимая важность этого, сделаю это. И хочу вам сказать, что пренебрежительное отношение к крещению, это может быть стать корнем многих духовных проблем, которые будут в вашей жизни в будущем. Потому что крещение – это заповедь, которая оставлена Богом. И мы читаем с вами в самом великом поручении, которое оставил Иисус Христос в церкви. Он сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Это заповедь, оставленная Господом. Это великое поручение, которое оставил Иисус Христос в своей церкви. Он сказал, идите, проповедуйте и крестите. Поэтому я хочу сегодня сказать, родители, говорите детям о важности крещения. Молодежь, понимайте важность крещения и никогда не пренебрегайте этим, потому что это учение Священного Писания. И как важно понимать значение для того, чтобы принимать крещение, креститься, понимая, что это, для чего и как это должно происходить. Мы помним, что Петр в своей первой проповеди, в день Пятидесятницы, он сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас. Он показывал значение, и в тот день, в день Пятидесятницы, три тысячи человек, они приняли крещение. И написано, они присоединились к церкви. И потом еще люди были, еще люди. И так стала церковь расти. Так стала церковь, появившись здесь на земле, увеличиваться. И поэтому нам очень важно посмотреть, что Писание говорит о крещении. Я хочу сегодня сказать, что, наверное, ни одна тема не имеет вот такого разнообразия, толкований, мнений, как крещение в христианстве. У квакеров вообще не было крещения. Лютеране и епископальная церковь сегодня, как, впрочем, и православные, и римско-католики, они считают, что именно в момент крещения происходит спасение человека, потому что человек приобщается к церкви и получает спасение. Именно по этой причине они крестят младенцев. И говорят о том, что в момент крещения младенцы получают спасение и получают доступ к церкви. При святерянии крестят тоже младенцев, хотя они не говорят вот о такой прямой связи крещения и спасения. Для них это вход в общину, в общину людей. Это знак спасения. Само спасение, они говорят, человек получит несколько позже. Кальвинисты примерно точно так же понимают, потому что они тоже крестят младенцев. Начиная с 4 века и где-то до 15 века крещение младенцев, это было нормой во многих направлениях и во многих динаминациях. И даже когда пришла реформация в 16 веке, реформация реформировала очень много, но не крещение младенцев. И она оставила крещение младенцев. И как я говорю, присвятеряне, кальвинисты, они по-прежнему и до сих пор крестят младенцев. И потом в 16 веке пришло движение анабаптистов. Приставка «ана» означает «пере». Анабаптисты – это были те люди, которые осознали, что их крещение, которое было совершено в младенчестве, когда они были младенцами, оно не имеет никакого основания. Они поняли, что это не крещение. Им нужно перекреститься. И они стали перекрещиваться по вере, почему они были названы анабаптисты, перекрещенцы. История говорит, что на них были возвигнуты страшные гонения. Сотнями уничтожали баптистов. Герцог Баварии Вильгельм IV, он объявил так в отношении анабаптистов, кто из них отречется, будет обезглавлен, а кто не отречется, будет сожжен. Их преследовали за их библейское понимание крещения. Я привожу этот пример, чтобы мы увидели, насколько важно было истинное понимание крещения для тех людей, которые готовы были, шли на смерть, но не придерживались истинного библейского понимания крещения. Именно движение анабаптистов, оно повлияло на последующее возникновение баптистов, которыми мы являемся сегодня. И вот я думал о том, какое основание берут те, кто до сих пор защищают крещение младенцев. И сегодня есть те динаминации, есть те церкви, которые по-прежнему крестят младенцев. И для нас сегодня важно посмотреть на библейское учение, почему мы, как баптисты, мы не крестим младенцев, мы не крестим маленьких детей. Что говорит Библия по этому поводу? Мы прочитали с вами текст Писания из первого послания Петра. Этот текст начинается такими словами, «Так и нас ныне подобно сему образу». Апостол Петр берет образ. Если бы мы читали с вами предыдущие стихи, мы бы увидели, что это история потопа. История, когда Ной вошел вместе со своей семьей в ковчег, и пришли воды потопа, и они погубили всех живущих на земле, все люди, которые жили до этого момента, они погибли в водах, и только Ной и его семья, они были спасены, потому что они были в ковчеге. Только восемь человек, которые получили спасение. И апостол Петр берет эту историю, и смотря на то, что произошло с Ноем, он говорит, подобно этому образу, подобно этой истории спасения Ноя, происходит и с нами в крещении. Когда мы смотрим книгу «Бытие» и смотрим на историю Ноя, мы видим, что его желание, согласие построить ковчег, его согласие войти в этот ковчег, оно было продиктовано верою. Бог сказал Ною построить ковчег, и Ной поверил Господу. Он начал строить этот ковчег. Более того, Писание говорит, что Ной был проповедник правды. Во время строительства ковчега это была его проповедь. Я думаю, что не только делами и словами тоже он проповедовал. О грядущем бедствии, о грядущем суде он был проповедником. Но кроме Ноя, его жены, его семьи, никто не поверил. Вера Ноя даровала ему спасение. И верою он вошел в ковчег. И когда пришли эти воды потопа, он остался спасенным, и он остался живым. И когда мы смотрим вот на эту историю Ноя, когда весь старый мир, он погиб, но Ной вместе со своей семьей, когда сошли эти воды, он вошел уже в новый мир. Это был совершенно другой мир. Все люди были уничтожены, и только от Ноя, от его семьи, произошло новое поколение людей, которые стали жить. Поэтому мы видим вот на примере Ноя, что Ной оставил этот греховный, развращенный мир. Они были избавлены от суда, который Господь послал на эту землю. Они были спасены, как Петр здесь говорит, спасены от воды. Они получили возможность жить на новой земле. И мы читаем, что когда Ной вышел, Господь заключил с ним завет. И радуга, которую до сих пор мы с вами видим, это является знаком завета, который заключил Господь с Ноем. Мы смотрим с вами на то, что происходит в жизни сегодня. Весь этот мир, он находится в преддверии суда. Однажды придет Божий суд, наказание за грех и за отвержение спасения. Господь послал, Бог послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который пришел и стал нашим спасителем. И поэтому в крещении проявляется наша вера в Божье Слово. Мы входим в этот ковчег, оставляя прежнюю жизнь, греховный, развращенный мир. Мы входим в ковчег, чтобы оказаться в новом мире, который дает нам спасение в Иисуса Христа. Интересно, когда мы смотрим с вами на историю Ноя, в ковчеге были только взрослые. Ноя, его жена, его женатые дети, его невестки, только взрослые. И поэтому эта история, которую берет апостол Петр, она показывает то, что произошло в древности. И он говорит, подобно этому образу происходит с нами, когда мы принимаем крещение. Интересно, что основной аргумент, который выдвигают те, кто крестят младенцев сегодня, они указывают на ветхозаветнее обрезание. И они говорят так, как в ветхом завете Господь установил обрезание, как знак завета. И младенцы, которым не нужно было проявлять веру, они входят в этот завет, так и сегодня. Мы крестим младенцев, потому что от них не требуется вера, но уже посредством обряда крещения они входят в завет. И действительно, мы смотрим с вами на ветхий завет, когда Господь заключил завет с Авраамом. И Авраам проявил эту веру. И действительно, он уверовал в Бога, он уверовал в обетование Господа. Но рожденный его сын Исаак не был еще в том возрасте, чтобы проявить веру. Но он получил знак обрезания, он действительно вошел в завет, и впоследствии все младенцы мужеского пола, они должны были получить этот знак завета, и они входили в этот избранный особый народ завета. Но для нас, когда мы смотрим на новый завет, иногда находится текст Писания, который берут те, кто основывает вот это крещение младенцев сегодня, они находят этот текст в послании Колосиным во второй главе 11-12 стихи. Павел говорит так, «В нем и вы обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Мы видим в этом тексте, что Павел как бы соединяет ветхозаветнее обрезание и новозаветнее крещение. И этот текст как бы находит эту связь. Так почему же мы, как баптисты, не крестим младенцев сегодня? Я хочу дать очень простой ответ. Мы не крестим младенцев, потому что крещения младенцев нет в Священном Писании. Нигде в Священном Писании никто не кресил детей, никто не учил крестить детей. И поэтому для нас очень важно понять библейскую истину о крещении. Что это такое и как мы ее понимаем? В нашем вероучении так записано, крещение является выражением послушания Господу, обещанием Богу доброй совести и свидетельством своей веры для окружающих. На самом деле Писание учит, что все, кто уверовали в Иисуса Христа, должны иметь желание принять крещение. У них должно быть желание исполнить эту заповедь, которую оставил Христос и быть крещенным. И мы видим, что новозаветний порядок он всегда не изменен. Вначале идет проповедь Евангелия, потом должна быть вера в Иисуса Христа у человека. И после этого крещение по вере, который принимает человек. И ни разу в Новом Завете мы не видим, чтобы было совершено крещение над тем человеком, который бы не имел веру. Этого нет в Новом Завете. Более того, мы не находим ни одного примера, как я сказал, чтобы в Новом Завете, в книге Деяния Апостолов, было совершено крещение над младенцами или над детьми, или даже над детьми верующих родителей. Этого нет в Священном Писании. Я хочу сейчас показать некоторые тексты, которые показывают вот эту прямую связь вначале вера, а потом крещение. Мы читаем 2 глава Деяния Апостолов, в 41 стихе написано, «И так охотно принявшие Слово крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч». Вначале идет принятие Слова, а потом крещение. Восьмая глава Деяния Апостолов, в 12 стихе написано, «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Они поверили проповеди Филиппа, и только потом они крестились. Восьмая глава Деяния Апостолов, 36 стих, «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верю, что Иисус Христос есть Син Божий». И Филипп приказал остановиться, и они оба сошли в воду, и Филипп крестил Евнуха. «Если веруешь от всего сердца, только тогда, Писание говорит, можно принимать крещение». Десятая глава Деяния Апостолов сказана, «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Это еще один пример. Они уверовали, они получили Дух Святой. И Петр говорит, «Если это так, как мы можем запретить им креститься?» Шестнадцатая глава Деяния апостолов, мы читаем с тридцатого стиха, «И выведя их вон, сказал, Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой!» И проповедовали Слово Господне Ему и всем бывшим в доме Его. И взяв их в тот час ночи, Он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние Его. Мы видим, Он уверовал и крестился. И здесь есть это слово «сам» и «домашние Его». И некоторые, которые защищают крещение младенцев, они говорят, если там были домашние, там были, возможно, дети, там, возможно, были младенцы, поэтому мы сегодня совершаем это. Но мы не знаем, в этом тексте об этом не говорится. Мы прочитали с вами целый ряд текстов, которые говорят, крещение возможно только тем, кто верует в Иисуса Христа. И поэтому совершает это крещение по вере. Вера в Иисуса Христа, она всегда предшествует крещению. И поэтому мы с вами смотрим на Ветхий Завет, мы смотрим на Новый Завет. Мы можем сказать, что между обрезанием Ветхого Завета и крещением Нового Завета есть некоторые параллели. Да, это действительно заключение Завета, но в то же время есть огромное отличие. Мы находим с вами указание, что обрезание в Ветхом Завете совершалось только над младенцами мужеского пола. Это значит, если бы была прямая связь, то и крещение в Новом Завете должны принимать только младенцы мужеского пола. Но в Новом Завете мы нигде не находим этого указания. Мы не находим указания, что потомки верующих христиан должны принимать крещение. Дети верующих христиан должны быть крещены. Мы нигде не находим этого указания. Мы читаем с вами в 1 Коринфянам 10 главе апостол Павел показывает вот эти уроки из жизни Израиля. Он говорит, что они все были крещены в Моисея. Некоторые отстаивают детское крещение на основании этого текста. Они говорят, народ израильский, они прошли через Черное море, они все были крещены, там были дети, и поэтому сегодня мы должны преподавать детям крещение. Но мы с вами смотрим на этот текст, который показывает эти уроки, которые нужно брать. Те евреи, которые прошли через Красное море, несмотря на то, что они прошли через этот путь, не все они достигли земли обетованной, потому что путешествие в пустыне показало, не все они уверовали, именно поэтому и они остались в пустыне. И печально, что и сегодня есть те, которые принимают крещение, не имея веру, не имея истинного основания, они принимают это как обряд, и на самом деле, как те евреи, пройдя Черное море, они остаются в пустыне, не получая вход в Небесное Царство. Другой момент, почему мы крестим полным погружением в воду? Почему именно такой метод мы используем, когда совершаем крещение? Ответ, потому что новозаветнее крещение всегда предполагает полное погружение, само слово «баптизо», которое всегда используется, когда речь идет о крещении, оно означает погружение в воду. Историки и богословы сегодня до конца не могут определить, откуда пришел этот метод крещения. Некоторые говорят, возможно, это с Ветхого Завета, когда мы находим некоторые ветхозаветные установления омовения, которые должен был совершить человек или священник, но на самом деле это не так, потому что в Ветхом Завете омовения человек совершал сам над собою, но в крещении всегда есть тот, кто совершает крещение. Сергей Викторович Савников в одной из своих тем о крещении, он говорит, возможно, в межзаветний период возникает вот такой особый обычай, когда язычники принимались в иудаизм. У нас есть указания, они должны быть обрезаны, но для женщин и для всех остальных людей, возможно, вот этот период между Заветами и был принят такой особый обряд через погружение в воду, когда они принимались в иудаизм. Мы не знаем, действительно это так или не так, но мы видим, что с самого начала Нового Завета Иоанн Креститель выходит и крестит, он говорит, он проповедует, он погружает людей в воду в покаяние, и Иисус Христос, выходя на служение, он говорит, покаетесь, веруйте в Евангелие, он дает эту заповедь крещения в этом полном погружении, и как я сказал, всякий раз, когда мы читаем Новозаветний текст о крещении, слово баптизу означает полностью погрузить человека в воду, так совершали крещения апостолы, так сегодня мы совершаем крещение, когда мы погружаем человека в воду, в чем смысл этого погружения, в чем значение этого погружения, мы находим, что смысл верою человек соединяется с Иисусом Христом, послание римлянам мы читаем в 6 главе, неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, мы видим, что крещение заявляет о том, что человек соединен со Христом в его смерти, в его погребении и в его воскресении, человек погребается в эту водяную могилу и он восстает из нее, заявляя, что он соединен со Христом, как неверующий может сделать это заявление, не имея веры, как дети могут сделать это заявление об этом единстве со Христом в смерти, в погребении и воскресении. Более того, мы прочитали этот текст, когда Филипп ставит это условие, если веруешь от всего сердца, тогда можно креститься. Это очень важный момент, именно поэтому мы производим испытания перед крещением, потому что вот эта встреча и беседа Филиппа и Евнуха это как бы пример испытания. Филипп испытывает Евнуха, он желает видеть свидетельство его веры, он задает ему вопрос и слыша этот ответ, когда Евну говорит верую в Иисуса Христа, он допускает его для крещения. Вот этот принцип вера от всего сердца это очень важный принцип. Это не значит, что да, я верю, что-то произошло в древности. Вера от всего сердца означает, что мой разум, мои чувства, мои эмоции, моя воля, моя совесть, оно все в покорности Иисусу Христу, я предоставил себя Богу, я даю возможности Господу действовать в моей жизни, я посвящаю себя Иисусу Христу, я верую от всего сердца, и тогда на основании Писания мы читаем эти слова, если веруешь от всего сердца, тогда ты можешь креститься. Мы задаем вопрос, а спасает ли нас крещение? Мы прочитали с вами текст, который говорит, что так и нас, подобно всему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. Это очень сложный текст, потому что я сказал, православные, католики, они всегда заявляют о том, что крещение спасают, что в момент крещения человек получает спасение, и мы, как баптисты, в противопоставлении католикам и православным, мы часто говорим, нет, крещение не спасает, хотя в этом тексте что-то есть, и мы не можем просто отвергнуть этот текст и сказать совершенно обратное, но мы видим, что в этом тексте очень глубокая мысль, о которой говорит Слово Божие. На самом деле нас спасает только крещение Иисуса Христа, причем особое крещение. Вы помните слова Христа, которые Он сказал в Евангелии Луки 12,50? Он говорит, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Смерть Иисуса Христа была Его крещением, о которой Он говорит здесь. Он говорит, я должен креститься этим крещением, я должен погрузиться вот в это страдание, в эти воды Божьего гнева. Его смерть была этим погружением, и вот это крещение, как смерть Иисуса Христа, оно спасает нас. Но мы понимаем, что в этом тексте, который мы прочитали, речь не идет о крещении или о смерти Иисуса Христа. Речь идет о нашем крещении, и поэтому нам очень важно понять, что такое значение имеет крещение в вопросе нашего спасения. Мы видим, что апостол Петр говорит, что не само вхождение и выхождение из воды спасает нас. Он говорит, не плотской нечистоты омытия, не сам обряд, не само действие, которое совершает человек. Иначе бы крещение спасало человека. Но мы видим, в этом тексте сказано, что это обещание Богу доброй совести спасает нас воскресением Иисуса Христа. Воскресение Христа дарует нам спасение. Его смерть, погребение и воскресение дарует нам спасение. Но крещение, оно показывает наш ответ на то, что сделал Христос. Оно показывает наше принятие верою того, что совершил Христос. Оно показывает, что мы имеем это соединение со Христом. И когда мы совершаем это действие, тогда воскресение Иисуса Христа, оно действительно дарует нам спасение. Мы читаем с вами в этом тексте, употребляется особое слово, сказано обещание Богу доброй совести. Слово, которое употребляет Петр, это слово иператема, это очень сложное слово. Оно сложное, потому что оно один раз используется в Новом Завете. Больше нигде не используется это слово. И поэтому его трудно истолковать. Что значит это слово, которое в нашей русской Библии переведено как обещание Богу. Во многих английских Библиях, если вы читаете, там употребляется слово appeal, то есть мое воззвание, моя просьба к Богу доброй совести. И по сути и то и другое правильно, потому что в этом слове иператема есть и то и другое значение. Это и обещание Богу, это и моя просьба, мое обращение, мое воззвание к Богу доброй совести. Так что же это за обещание, которое мы даем в тот момент, когда принимаем крещение? Мы читаем с вами, что крещение это особый момент, когда мы вступаем в завет с Господом. И вступление в завет всегда предполагает какие-то обязательства. И вступая в завет с Господом, мы принимаем на себя эти обязательства. Веровать в Иисуса Христа, жить так, как говорит Слово Божие. И особое обещание, которое мы даем в крещении, что мы будем чутки голосу Господа. Господь говорит нам через свое Слово, и это Слово проникает в нас и говорит нам через нашу совесть. Поэтому в крещении мы принимаем на себя эти обязательства и даем Господу обещание. Я буду слышать голос Божий, я буду чутким голосу Господа, Он будет говорить через мою совесть, и я буду всегда слышать этот голос и исполнять его повеление. Это обещание, которое мы даем Господу, это же и просьба. Мы в крещении даем Господу воззвание, мы просим Господа, чтобы Он помог нам в этом, чтобы мы всегда слышали его голос. Я хочу обратиться ко всем, кто принял крещение 10 лет назад, 20 или 30. Вы помните о том, что вы дали Господу это обещание? В этом важность крещения, как я сказал в самом начале, мы иногда воспринимаем крещение как событие, которое произошло 20, 30, 40 лет назад, но 20 или 40 или 50 лет назад мы дали Господу обещание быть чутким к Его голосу. И сегодня, через 30, 40, 50 лет, мы помним о том, что мы дали это обещание. Мы по-прежнему чутки к Его голосу. Мы по-прежнему хотим, чтобы Он через нашу совесть говорил нам, показывал наши недостатки. Мы по-прежнему слышим Его голос, потому что мы дали в этом обещание или нет. если мы проверяем себя и говорим о том, что мы перестали слышать голос Божий, потому что стали грешить, это опасное состояние, о котором говорит Писание. Это состояние, когда человек оказывается сожженным в совести своей, когда Господь говорит, а совесть не реагирует по причине множества раз, когда мы отвергали Божий голос. Это опасное состояние, когда человек христианин начинает грешить и считает свою жизнь нормальной, считает свою жизнь такой, как она и должна быть. Мы дали Господу обещание доброй совести. Это даже не обещание служить Господу доброй совести, это обещание слышать голос Божий, который будет говорить моей совести. И поэтому сегодня для каждого члена церкви, который дал это обещание когда-то. Нам важно проверить, каково отношение моего крещения, совершенного когда-то, сегодня, к моему состоянию. Каково мое обещание, которое я исполняю или не исполняю сегодня. Многие воспринимают крещение как символ, как символ того, что когда-то произошло. Я уверовал в Иисуса Христа, я погружен в тело Христа. И вот крещение это символ, который показывает на те действия, которые когда-то произошли. Но если это только символ, значит в момент крещения Бог ничего не совершает. Но мы воспринимаем, что крещение это священодействие. Это значит в этот момент Бог совершает особое действие. Да, крещение это символ, но не только символ. Это особое действие, которое совершает Господь. Другие считают, что крещение нужно только для того, чтобы стать членом церкви. Именно поэтому многие особое ударение делают, когда они готовятся, и молодежь сегодня на наших занятиях, они учат стихи, они готовят ответы на вопросы, они знают, что будет испытание, и будут им задавать эти вопросы, и будут проверять, принять ли их церковь или нет. И многие начинают воспринимать, что крещение это только вход в организацию, это только какой-то момент, когда церковь принимает тебя или не принимает. Может быть и члены церкви сегодня так воспринимают, что крещение это мы решаем принять их или нет. И в этом понимании мы не даем место Богу, который что-то совершает в тот момент, когда совершается крещение. Большая трагедия, когда человек стал членом церкви, членом поместной церкви, но он так и не стал членом тела Иисуса Христа. Он ответил на все вопросы, Он выучил все, что необходимо, Он сдал все необходимые экзамены, Он совершил или принял крещение, но Он так и не стал членом тела Иисуса Христа. Поэтому крещение это важный момент, это исповедание нашей веры. Именно поэтому в Священном Писании мы находим, что в большинстве случаев крещение совершается публично, когда присутствует церковь, и тот, кто принимает крещение, он заявляет о своей вере. Да, были определенные моменты в истории, когда крещение совершалось ночью, может быть, был один пресвитер, это были особые моменты, это были особые ситуации, но крещение, о котором говорит Священное Писание, это публичное заявление, публичное исповедание моей веры. И мы читаем с вами, если помните, послание Римлянам в 10 главе сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Именно поэтому, когда совершается крещение, пресвитер задает вопрос тому, кто принимает крещение, веруешь ли в Иисуса Христа, как твоего личного спасителя». И тот, кто принимает крещение, он отвечает этим словом верую. Это его исповедание, это его заявление о его вере. Он верует в Иисуса Христа. Именно поэтому у нас и происходит научение, испытание, когда человек должен понять, чем является его исповедание, когда он заявляет об этом исповедании. Но я хочу также опять задать вопрос всем, кто принял крещение, может быть, давно, вы продолжаете публично исповедовать свою веру после крещения. Это текст, который я прочитал из послания римлянам. Он не говорит, что ты должен сказать одно слово верою 40-50 лет назад и на этом закончилось твое исповедание. Этот текст говорит, что ты исповедовал Иисуса Христа, когда принимаешь крещение и потом на протяжении всей твоей жизни у тебя должно быть исповедание устами твоей веры в Иисуса Христа. И поэтому, когда мы думаем о сути крещения, что Бог совершает в тот момент, когда человек отвечает это слово верою, и когда крещаем и погружает человека в воду, что Бог совершает в этот момент. И вот здесь мы с вами на основании этого послания Колосином второй главы, который я хочу прочитать еще раз, мы видим этот важный момент. Послание Колосином 2 глава 11 стих «В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». В чем это параллель ветхозаветнего обрезания и новозаветнего крещения? Это параллель в том, что мы вступаем в завет с Господом. Но отличие в том, что мы вступаем в завет с Господом на основании нашей веры. Мы веруем в смерть, мы веруем в воскресение Иисуса Христа и в крещении мы вступаем в этот завет с Господом. Мы исповедуем свою веру, мы берем на себя обязательства, мы даем обещание доброй совести, мы вступаем в завет с Господом. В завет, знаком которого является кровь Иисуса Христа. Именно поэтому участвовать в хлебопреломлении могут только те, кто приняли крещение. Только те, кто вступили в завет, только те, кто дали обещание, они получают знак завета. И Христос говорит, сие есть кровь моя, знак завета, это завет в моей крови. И когда мы думаем об этом важном моменте, мы вступили в завет, мы дали обещание. Знаете, что важным и утешительным является для нас? Господь вступил с нами также в завет. Это не просто мы, которые в этом развращенном греховном мире даем какое-то обещание и думаем, как нам выполнить его, как нам сдержать это слово. Мы же так же спотыкаемся, мы порой падаем, у нас порой не хватает силы. Но нам важно помнить, крещение, которое мы совершили, может быть, когда-то давно, это завет, в который не только мы вступили в Господом, но и Господь вступил с нами. А в завете каждая сторона берет на себя обязательства. Если мы взяли обязательства, чтобы слышать голос Божий и реагировать доброй совести, Бог на себя взял обязательства. Он взял обязательства быть с нами, поддерживать нас, помогать нас, восстанавливать, миловать, прощать. Бог взял на себя обязательства. В этом важность крещения. И всякий раз, когда на нашем христианском пути мы порой спотыкаемся, может быть, не получаются какие-то духовные трудности, нам важно помнить, Бог с нами в завете. Он выполняет свое обещание, Он выполняет свои обязательства. Это дает нам силу. И это показывает, что крещение, это не просто событие, которое когда-то произошло. Это событие, которое имеет значение сегодня для меня. Поэтому я хочу обратиться к каждому, кто принял крещение. Давно или недавно. Я хочу, чтобы мы помнили о том обещании, которое мы дали Господу и сохраняли его. Я хочу обратиться к тем, кто сегодня готовится к крещению. И через месяц у нас будет совершаться крещение. Чтобы вы понимали всю суть, значение, смысл, метод крещения. И действительно, в тот момент, когда вы войдете в воду, вы дали Богу обещание, вступая в завет с Господом. Я хочу также обратиться к тем, кто еще не принял крещение. Может быть, даже не думал об этом. И сегодня, когда вы слышите это слово, может быть, вы поняли, что вы пренебрегаете этой заповедью Господа. Христос пришел на эту землю, чтобы стать нашим спасителем. Он умер за наши грехи. Он пролил свою кровь. И Он желает, чтобы всякий, кто верует в Него, вступил в С Ним завет. Принял на себя эти обязательства завета. И поэтому да поможет Господь сегодня каждому, кто находится здесь. Если вы сегодня веруете в смерть Христа, в Его погребение и в Его воскресение. Если у вас есть эта искренняя живая вера, да поможет вам Господь принять это решение, вступить в завет с Господом и принять крещение. А может быть, сегодня Господь касается чего-то сердца. И вы, которые никогда не веровали, вы вдруг сегодня понимаете эту библиейскую истину о спасении через Иисуса Христа. Если Бог работает в вашем сердце, и Он стучит в ваше сердце и призывает вас к себе, сегодня есть возможность принять веру в Христа. Получить спасение для того, чтобы встать на этот путь, следовательный за Ним. Путь, на котором обязательно должно быть крещение. Путь, на котором эта добрая совесть проявляется, когда мы послушны Господу. Путь, который начинается в момент нашего покаяния. И закончится в вечности, куда Господь возьмет свою церковь. Всех тех, кто приняли крещение, вступили в завет с Ним, являются Его спасенной и искупленной церковью. Да поможет нам в этом Господь понимать значение этого и жить для славы Господа. Аминь. Давайте помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok